Ну как, вы легенда города Николаева. Я не легенда, да. Ну с праздником. Легенда города Николаева это шов капляс. Это не та тема, в которой я могу быть легендой. Сегодня было мероприятие в области, никого не было. А с чего так? Вообще никого не было. Ни одного депутата народного. Ну, народный депутат это дело такое. Знаешь, мы свои мероприятия проводим в Киеве. Мы участвуем в мероприятиях здесь на местах, типа сессии областных советов, сессии городских советов. Знаешь, иногда в мероприятиях, которые проводятся там в возложении цветов, например, проведение каких-то миггингов. Это да. А когда келейно, даже если в очень большом зале, значит, проводится что-то, мы не всегда принимаем участие. Не имею в виду. Но вы принимали участие в провозглашении Украины. О такой Украине вы тогда мечтали, 20 лет назад. 21. Если говорить откровенно, то я вообще не мечтал о Украине, оторванной от России. Потому что я прекрасно понимал, что без связей с экономикой России корабли строить нельзя. Не получается. В строительстве авианосца, например, на Черноморском состроительном заводе, тогда в достройке находилось два авианосца. Сразу два авианосца находилось в достройке. И один находился на Стапеле в тот момент. Их построить без участия всего, всей территории Советского Союза, начиная от Чукотки и кончая Калининградом, кончая Ужгородом и кончая Бельцами в Молдавии, было невозможно. Это оказалось правдой. Так оно и есть. И так многие отрасли экономики этого государства. Не только этого государства, и России. Понимаете, почему Украина так упала? Что это было? Что это было в пределах социалистического лагеря и Советского Союза? Значит, что-то шло дальше на экспорт. Например, вооружение завода 61-го коммунара продавалось в Индию. Что-то уходило еще дальше. И в Соединенные Штаты Америки, и в Канаду, и в Аргентину. Но после разрушения Советского Союза все это исчезло, все это пропало, все это разломалось, все это растворилось. Для того, чтобы на этом нажиться, самые лихие демократы, экономисты, либеральные экономисты, они взяли и придумали приватизацию. У нас рухнуло все. У нас осталось буквально несколько предприятий, которые остались государственными. Но уже тогда, я им говорил, когда на сессии Верховной Рады о том, что, значит, дело закончится очень плохо. Потому что Украина не сможет управлять предприятиями девятью министерств союзного подчинения. В том числе Минсупромом, радиоэлектронной промышленности. Так оно и получилось. Они остались без управления. В кабинете министров даже не было структур, которые могли бы этим управлять. Никто не рассматривал тех промфин-планы этих предприятий. Никто не смотрел за выполнением графиков поставок, выполнение работ. То есть все это пустили на самотек. Как было пущено на самотек, сразу все начало разрушаться. Потому что механизм, о котором говорили, что во время рыночных отношений, конкуренция, соотношение спроса и предложения, они будут регулировать экономику. На самом деле ничего этого нет. И такого свободного рынка, где бы конкуренция, спрос и предложения, они регулировали всю экономику. Такого просто-напросто не бывает. И не происходит ничего. Так что у нас здесь вопросов никаких нет. Дмитрий Ильич, но самое страшное в моем понимании, что пустили на самотек, это наших детей и воспитание наших детей. Дети – это составная часть общества. Понимаете, мы поменяли культуру общества. Ну, вы могли себе представить раньше, чтобы интеллигентный человек, имеющий высшее образование, а то и два высших образования, находясь на суде, судье говорил матерные слова. – Давайте за этот суд не будем. – Не-не-не-не, подождите, почему? Это представители нашего общества. Вы могли бы себе представить, чтобы в 60 лет глава государства журналистам говорил бы, а вы поищите, кто собственник этих замков, в которых я живу. Они живут за границей, изредка здесь бывают. В тот момент, когда у другого, значит, такого же человека, почти такого же ранга, значит, изымают по суду имущество. Вы понимаете, то есть изменилась мораль. В этом обществе я детей никуда не сбрасываю, остается. Но мы сегодня на глазах у детей в этом обществе доказываем, что украсть – это более законно, это более справедливо, это более надежно, это более безнаказанно, чем заработать. – Выход есть из этой ситуации? – Есть. – Менять политическую систему, менять ориентацию. Понимаете, у нас приплыла сейчас, первое, либеральная экономика. Вы помните, когда Горбачев говорил, либеральное право, разрешено все, что запрещено законом. Значит, закон освещает вот такую вот узенькую полоску в жизни. Все вокруг остальное закон не освещает. Там освещает обычаи, нравы, привычки, как угодно, значит. Так вот, все, что там, значит, кто-то привык воровать у соседа, а законом это не запрещено и не разрешено, значит, там, ну, понятие же есть, что не укради, не убей и так далее и тому подобное. Значит, он продолжает воровать. И это уже становится нормой, потому что ему разрешена его собственная идеология, его собственная, ну, мораль, его собственная нравственность. Я посмотрел внизу вот референдум, там, из 12 позиций, да, по-моему, 12 на 9? 9, да. Что мне показалось. Ну, вон он, плакат. Да. Ну, очень близко мне там одна позиция по поводу национализации алкогольных секс-заводов и, что неужели это реально? А почему бы и нет? А почему бы и нет? Это существует в других странах. Ну, это классно. Я только, я двумя руками, не только я. Я думаю, то, что там, то вряд ли кого-то мы найдем. Большинство будет за? Вряд ли мы кого-то найдем. Кроме те, которые на этом наживают. Кроме владельцев этих заводов, да, по-моему, у нас в Николае нет. Понимаете, самогон игнать? Во всем мире считается это неприличным У нас считается это нормой Ну и какая будет процедура, что если референдум примет это решение Это референдум, это мы просим провести референдум вот по этому вопросу Собираем сейчас мнение людей Получится по каким вопросам они поддерживают больше всего По вопросу Земли, по вопросу сначала И будем предлагать провести референдум по этим вопросам Один, второй, третий, четвертый на референдум Ну, мое понятие такое Нельзя вынести 9 этих вопросов просто-напросто Потому что требует очень серьезного обсуждения И когда голосовать, знаешь, что это трудно будет Мы бы на каких трех вопросах остановились? Я бы на каких? Я думаю, что три должно быть в референдуме Да Ну, давайте так, сначала посмотрим, куда люди Ваше мнение Ваше мнение Один из главных вопросов референдума Вернее, два главных вопроса референдума А третий можно построить Это земля Отношение земля и пенсионная реформа Вот два главных вопроса Почему? Потому что земля Если сделают землей то, что намечает правящее Значит, Украина погибнет сама по себе Вы понимаете как? В этом государстве тот, кто владеет средствами производства Тот и распоряжается результатами этого труда Значит, что вырастили на этой земле Он может запросто вывезти за границу Не оставив здесь ничего Ну, да, конечно Ну, здесь все будет очень просто Мы будем база, откуда, значит, будут уходить продовольствия А мы будем сами грызть корешки, выковыривать, значит И... то есть вот таким образом Потому что у народа Или у общенародного государства Заберут эту землю Забрали землю И куда ее дали? Тем, кто имеет капитал Тот, кто имеет капитал Он сегодня здесь на Украине даже не кушает Он не употребляет это А на Украине очень богатые люди Оказывается Самые богатые люди в Европе, оказывается, живут в Украине Значит, это первый вопрос Вопрос земли И второй вопрос Вопрос это пенсионного обеспечения Сегодня люди, которым 35 лет Не знают, как будет их пенсионное обеспечение Значит, раньше при советской власти они знали 20-25 лет стаж 55-60 лет он уходит на пенсию Заработает в закрытых замкнутых сосудах 55 уйдет мужчина В замкнутых сосудах сварщик Значит, 50 лет уйдет на пенсию С силикозом легких, без силикоза легких Значит, ну, он уйдет на пенсию Значит, шахтеры знали, когда они уйдут на пенсию Шахтер знал, что он будет получать Какую пенсию будет получать Сегодня никто ничего не знает, что у него будет А жить не зная, куда это денется Ну, вот, например Накопительный пенсионный фонд Накопление этих денег Значит, я умер Кому они достались, эти деньги? Наследникам? Наследники у нас иногда не могут разделить То, что материально есть А то, что условно есть Где-то на каком-то накопительном фоне И скажут, что А там ничего нет Так что, понимаете, мы Не мы, вернее А те, которые сегодня Крутят Баранку жизни Значит, они сегодня эту жизнь запутывают В своих интересах Ленин в свое время говорил Заработная плата Система заработной платы Должна быть настолько простой Чтобы ее понял Любой неграмотный рабочий Сегодня система оплаты труда Кого угодно Такая, что человек с двумя В высшем образовании Разобраться не может Если все сегодня говорят Что половина экономики Выдается в конверте Заработной платы в конвертах Кто-то не облагается налогом То какая-то заработная плата Они что, считают Что от этих конвертов Будет кто-то в пенсионный фонд Откидывать деньги? Панимир Иванович С первого сентября Я хочу стартовать Я в Николаеве Это единственный город в Украине Где открылся музей вредных привычек Музей вредных привычек Там алкоголь Никотин Табак То есть вы начинаете Пропагандировать вредные привычки Я не пропагандировать Я хочу Подождите Музей Это всегда пропаганда чего-то Музей истории Пропагандирует историю Музей ликвидации вредных привычек Тогда О! Тогда же вы покажите Как ликвидируются Эти вредные привычки Если там будет Вот на Ну, описание Такие Что значит Матвеев Владирович Курил С двух лет До Двадцатого До Двадцать шестого января До двадцатого Января Тысяча девятьсот Koel Музей последствий Вредных привычек Да, вот так вот Музей последствий Вредных привычек Это вы опять Плохое будете Последствия Вредных привычек Это Плохое Плохое. А вот музей ликвидации вредных привычек или музей борьбы с вредными привычками, результативной борьбы с вредными привычками, это вы будете пропагандировать положительное. У нас отрицательного пропагандируют сколько угодно, начиная от того, что ой, сколько микробов на зубах. Владимир Ильич, мы хотим вас пригласить на открытие этого музея. Давайте сначала назовем его. Владимир Ильич, у вас интернет сейчас есть? Здесь? Ну, поглядите на него. Там уже мы немножко его делали. И я знаю, что вы возобновили, да прямо так и набирайте, музей вредных привычек. Сейчас, подождите, я же должен войти в интернет сначала. Я же не интернетом занимался. Я знаю, что вы возобновили пионерскую организацию, у вас есть пионерская организация. А вы считаете, что это вредная привычка? Нет, я считаю, что это супер, что это отлично. Да я хочу, чтобы эта пионерская организация взяла, как бы, ну, я не знаю, шефство. Надо выключить авиарежим. Шефство, не шефство.